Доброго-доброго времени суток, дорогой зритель! Меня зовут Илещенко Глеб, и в этом видео я хочу тебе рассказать жизненный путь Рами Малека, от готовки шаурмы до роли Фредди Меркьюри. Рами Малек родился 12 мая 1981 года в Калифорнии. В Лос-Анджелес его родители перебрались из Каира. Отец там работал гидом, а мама бухгалтером. Уже в Калифорнии у пары появились дети. Сначала дочь, а потом двое близнецов Сами и Рами. Родители видели детей солидными людьми с серьезными профессиями. Им хотелось, чтобы дочь и сыновья стали юристами или врачами. Двое детей оправдали ожидания родителей. Дочь получила медицинское образование, а сын Сами стал учителем Лос-Анджелесской школы. А вот Рами еще в школе заявил, что будет артистом, чем немало огорчил родителей. В 2003 году Рами Малек окончил колледж при университете Эвенсвилл со степенью бакалавра. Все годы обучения в колледже он продолжал лелеять главную мечту своей жизни – стать актером. Путь к успеху в кино оказался для Рами достаточно длинным. Сначала будущий актер готовил шаурму и доставлял пиццу, подрабатывал официантом в голливудском кафе. А начинать карьеру артиста пришлось в качестве гостя на различных шоу. Затем он исполнил роли в нескольких телесериалах, среди которых «Девочки Гилмор», «Там» и «Медиум». В 2005 году он приобрел известность за счет роли подростка Гея Кенни в комедийном сериале «Война в доме». В 2006 году Рами Малек сыграл правителя Египта в фильме «Ночь в музее», где главную роль исполнил Бен Стиллер. Следующим крупным проектом, который раскрыл актера по полной программе, стал сериал «Тихий океан», вышедший в 2010 году. Чуть позже были такие работы, как «Сумерки», «Сага, рассвет, часть 2», «Мастер» с Хакином Фениксом и экранизация игры «Need for Speed». Но главным триумфом актера стал сериал «Мистер Робот», вышедший в 2015 году, который показал бешеные рейтинги на телеканале и получил кучу положительных отзывов. Сюжет складывается вокруг гениального IT-специалиста, который днем работает в компании, занимающейся сетевой безопасностью, а по вечерам перевоплощается в хакера. Игра Малека в сериале была так хороша, что он был дважды номинирован на «Золотой глобус» и премию «Гильдии актеров». А в 2016 году он был награжден премией «Эмми» за лучшую мужскую роль в драматическом сериале. В 2018 год также вышел богатым на премьеры «Урами». Он сыграл в фильме «Мотылек» и в ленте «Богемская рапсодия», где исполнил роль лидера группы Queen Фредди Меркьюри. Изначально на роль в фильме «Богемская рапсодия» был утвержден Саша Барон Коэн. Однако ему пришлось покинуть проект из-за разногласий с гитаристом Queen Брайаном Мэем и ударником Роджером Тейлором. После чего решили рассмотреть кандидатуру Рами Малека. После проб, на которых он всех поразил своей игрой, стало понятно, что именно Рами исполнит эту роль. Чтобы подготовиться к образу, Малек попросил дизайнера по костюмам изготовить ему накладные зубы, которые он постоянно носил с собой и практиковался по ночам. Также актер специально летал в Лондон, где он занимался речью и сценическим движением. Известно, что вокалист Queen сам вдохновлялся сценическими образами Джимми Хендрикса, Дэвида Боуи, Ореты Франклин и Лайза Миннелли. По словам Рами, в этом фильме он хотел показать другую сторону Меркьюри. Рассказать о его природной стеснительности, мучительных попытках найти свою индивидуальность и одиночестве. В следующем году мы сможем увидеть Рами в четвертом заключительном сезоне сериала «Мистер Робот». А в 2020 году в фильме «Путешествие доктора Дулита», где актер озвучит одного из персонажей ленты. Дорогой зритель, огромное тебе спасибо за просмотр. Поддержи меня смачным лайком под этим видео и подпишись на мой YouTube-канал, если ты этого еще не сделал. И заглядывай в Instagram-аккаунт «Просто кино». Там выходят видеообзоры на новинки кино, проходят конкурсы и веселые игры. Так что заходи и подписывайся. С тобой был на связи Лещенко Глеб и до встречи уже в следующем видеоролике. Всем пока-пока-пока.